Пацаны, всем салам! Недавно, буквально дня два назад, кто-то в комментарии спрашивал, пишет Мурат, добрый день, а через голову можно работать на манипуляторе? Через кабину? Я пишу ему ответ, категорически запрещено. Он потом опять спрашивает, а в ваших роликах я вижу, что вы работаете через кабину? Я ему отвечаю, да, я работаю через кабину, но это категорически запрещено. И вот, теперь поработал, доработался, как говорится. Ребята там плов жарят, варят, а я сверху. Запах мне идет, прям на стройке уже шестой час, они уже ужин готовят. А там такой запах, а я голодный. В общем, заезжаю обратно на свою клумбу ремонтную. Сейчас все покажу, все расскажу, что случилось. Розы только-только вот начали распускаться, выжившие, которые уцелели после последнего ремонта. И сейчас я их опять, в общем, подавлю. Что-то вот последнее, предпоследнее какое-то видео было, я стремянки затягивал на установке. Какой-то звук появился при повороте, вот с грузом поворачиваешь, и что-то щелкает, вот прям в районе стремянок задних. Ну, думаю, расслабились так, все посмотрел, осмотрел, ну, ничего не нашел. И начал затягивать, действительно, одна прям свободная была. Думаю, ого, хорошо, подтянул, все подтянул, буквально денек поработал, и в субботу, вот, позавчера, в субботу звук еще сильнее стал, прям такой металлический уже. Ну, вот, явно что-то там. В общем, лазил-лазил я, вечером приехал домой, увидел я трещину на подрамнике, на драмнике, как правильно сказать. Ну, че, надо снимать, разбирать, что-то делать. Вот, выставился вот так, на дисках. Эти колесные диски подложил повыше, чтобы все, вот так там шланги, все, ничего не отсоединял. Вот так вот хватило запаса шлангов, вот так отжался, чтобы доступ там был к подрамнику. Вообще посмотреть, что там, как, ну, примерно уже понятно. Вот, с той стороны тоже. Стрелу опустил в кузов, вот на диск тоже поставил, да, прям до кузова она не опускается. Диск, хороший брус. И зацепил ее, притянул ее вот этими цепями двумя к башне, чтобы она сама потом не разъехалась. Цилиндры могут потихоньку, вот, штоки могут выходить, скорее всего будут выходить. А я вот так вот стяжками, талрепами, как мне писали подписчики, это называется талреп, вот эта трещотка. Вот так прям за цилиндры там зацепил обхватом. Жестко получилось, нормально все. Все, открутил, стремянки все повытаскивал. Все еще. В общем, доступ есть. Теперь надо определиться, что делать. Сильно лезть не хочется, как обычно, тут в разгар сезона. Я сейчас на неделе, на две встану. А я так, если начну что-то делать, заруюсь там по уши. Может быть, как-то по-быстрому получится. Не знаю, вот сейчас посмотрите, тоже посоветуете что-нибудь. Вот этот, а, вот этот подрамник. И что получилось? Прямо все на стыке. Вот эта пластина идет, сверху плашмя которая. Вот там стык был. И вот эта пластина, боковая щека, то, что 10 миллиметров, она тоже вот заваренная, она тоже стык в стык сделана. Не цельная. Это я в тех видео еще показывал. И вот она прям по шву лопнула. А снизу они даже вот не, когда устанавливали это на заводе или где там, они даже вот не состыковали нормально. Вот так получилось. Снизу вообще щель в палец. Здесь как-то приварено тоже тяп-ляп. И вот это все лопнуло. Не знаю, вот этот хе обстоял 8 лет. Вообще ничего, нигде. Почему? Ну тут, видимо, край установки, задняя часть прямо на вот этот попала. На стык. Может быть из-за этого. Вот здесь тоже продавило. Вот стык. Как два рельса, да? Рядом. Вместе. И вот на под Хейбом здесь же пластина. Огромная пластина еще сверху была. Плашмя тоже. Поперек всего подрамника. Вот ее я вырезал. Может быть она тут что-то перераспределяла. Рама там все нормально. Основная рама. А вот это вот с той стороны подрамник целый. Труба вот эта вот профильная. Или какая-то интересная труба. А, забыл заснять. Надо было заснять ее. А вот здесь она прям полностью лопнула. Вот здесь надо заварить. Какой-то ромбик сюда, я думаю. Сюда хороший ромбик еще. Заплатку сделать. И... Чего еще? А снаружи вот то, что я на металлолом поехал, в общем, и куски рамы от КАМАЗа отрезали мне. Вот именно эти куски рамы, где изгиб под мотор идет, тут не ровная просто, а с изгибом вот в этом месте как раз, где трещина, там изгиб. И поэтому, видимо, установщики, они не заморачивались вот пластину эту изгибать. Они просто из кусков ее сделали, чтобы не подгонять. Вот перед нормально все почему-то, все четко. А вот зад попал на стык, видимо. И здесь что-то не выдержало. Так вот, я взял два куска рамы, вот КАМАЗик, как это, распил, да, по-японски называется? КАМАЗ распил. Ну, блин, не успеваешь за ними, вот вчера, говорят, там рама лежала, туда поезжай. Приезжай, он говорит, да вчера и загрузили, говорит, уже отправили. Вот кто работает тоже. В общем, взял я вот эти два куска рамы, именно с изгибом. Вот так вот расчленили медалагу. Работал-работал, машинка, всю жизнь, да, свою. Потом раз, и не нужен стал на металлолом. А, купил аппарат сварочный, 250 Ампер, ПН, пониженное напряжение. Так один сварщик, знакомый, посоветовал. Купил электроды ЛБ-52. Все, теперь буду сам, короче, варить. Кран буду варить, секции буду варить. 5 килограмм, 3,750, вот такая цена. Можно было поехать, там, в развес взять, 600 рублей килограмм, по-моему, он сказал. А в этом магазине только пачками. Да, думаю, что там, туда-сюда. В общем, насчет вот этих кусков рам. Хочу распустить их на уголки. А, пока что-то сливал с гидробака масло, гидробак снять надо, в канистру все, шланг запихнул. И что-то мелкое там, папа шляпа, папа шляпа, там что-то ей надо, как обычно, отвлекла меня. Потом зашли мы домой с ней. Масло, про масло я забыл. Что-то потом мне кушать захотелось. Потом подписчик позвонил, там ему, я хочу манипулятор. С ним поболтали, короче. Потом спокойно выхожу, так, из дома. Смотрю. Вышел на улицу, я в лыжи обутой называется. Ничего-то, откуда вода, думаю. Потом, блин, ёпая, с этой масло, сколько вытекло, не знаю. Ну, четыре канистры слил, в общем, я оттуда. Четыре двадцатки. Не знаю, может, новое залью уже. Это же старое было, схеба еще. С того. Типа, как я тогда говорил, ну, это пока запуск там, туды-сюды. Так, вот, гидробак снял. И вот расчистил полностью шов. Почистил. Вот такая щель у меня получается. Вот два куска, вот эта боковая щека состоит из двух кусков. Вот здесь ее просто вот так вот тупо сделали. Вверх заварили, верхнюю часть, половину. А низ вот прям такой щелью и оставили. Вот теперь сюда бы, ну, это заварить заново. И какие-то пластины еще. Вот ромбики как бы не особо туда встанут. Со всех сторон эти дыры. Сверху тоже вот этот, хочу заварить, торец пластины и подрамник. Вот это все заварить, трещины, естественно. И сюда, сейчас я покажу, вот эти куски рамы, то, что с чермета. Взять, распустить на уголки и прижать при, ну, наверх. Она будет повторять изгиб. И не знаю, смысл есть в этом. Что-то взял. Вот теперь думаю, а надо, не надо. Ну, чтобы наверх давило. Вот сверху будет давить установка, чтобы распределяло чуть-чуть. Это вот досок накидал для страховки. Вот так вот все это выглядит. Вот, вот здесь видно сейчас, как там загиб идет. Вот это, на месте этого загиба получается как раз трещина. Там все стыки совпали. Теперь я хочу цельный уголок вот взять. Вот верхняя полка, там 8 сантиметров, по-моему. Ее обрезать снизу, короче, чтобы уголок получился одинаковый, с одинаковой полкой. Там 8, и там 8. И этот уголок приложить на поверх подрамника. И прихватить его этими, такими, ну, короткими швами, сантиметров, не знаю, по 5, по 10. С обоих сторон на подрамнике слева и справа. Вот так, как я показываю. Можно так, можно больше сделать полку нижнюю. Не знаю. Что-нибудь посоветуйте, может быть, прям на всю ширину ее вот. Вот сейчас покажу, как я хочу. Ну, вот ее просто взять и приложить туда. Может, действительно, на всю ширину делать. Вот так взять ее сюда, приложить. Будет толк. Ну, наверное, будет. Какая-то жесткость же добавится. Вот под кузов туда зайдет. Она метр двадцать у меня, эти два куска. По метр двадцать. Вот так, чтобы она прям на... Ну, в общем, чем-нибудь еще, это, пишите. А то мне надо будет уже что-то делать.